Вот иногда даже уйти, вот побежал туда и неизвестно, что там. А крысы, крысы. Это отец двоих детей Дмитрий Захарычев. Рассказывает об обстановке под своими окнами. В 90-м доме по улице Березовской он живет с рождения, 45 лет. В прошлом году около этого полисадника установили контейнерную площадку. Вот ее прошлогодние фотографии. У нас есть мусорпровод. Этот мусорпровод действующий, не заваренный. Всегда брали мусор, отсюда вывозили, не было никаких помойок. После того, как установили, здесь стала стихийная помойка, потому что здесь, ну со всех домов рядом, которые есть, стали носить сюда, выбрасывать мусор. Не наш дом, а рядом стоящие дома. Часть жителей пожаловалась на площадку. Позже дело дошло до радикальных мер. Самовольными усилиями жителей было ограждение контейнерной площадки нарушено. После этого домоправляющая компания ее восстановила в другом месте, но получила уже предписание от ГИБДД, Дорожной инспекции, о том, что ограждение контейнерной площадки закрывает обзор. Если у многоквартирных домов нет оборудованной контейнерной площадки, это нарушение. Жители обратились с жалобой в Минокологии региона и ГЖИ. В результате проверки в адрес Дука будет выдано предписание. Штрафная санкция предусмотрена в отношении юридических лиц от 250 тысяч, а в отношении должностных лиц от 250 тысяч. Недавно были внесены корректировки в СанПин, согласно которым расстояние между контейнерами и жилыми домами должно быть не менее 20 метров, но не более 100. Площадка стояла с нарушением санитарных требований. С советских времен контейнерная площадка находилась в этом дворе. Ей пользовались жители всех близлежащих многоквартирных домов. Недавно здесь установили детскую площадку. Естественно, дети не могут гулять в том месте, где складируется мусор. Пути решения проблемы жители обсуждают с представителями ГЖИ, домоуправляющей компании и регоператора. Выбирают место собственники, как правило, и согласуют с органами местного самоуправления. То есть администрация в любом случае должна согласовать это место. Еще одна проблема – кража мусорных баков. Сразу два контейнера пропало с этой площадки на улице кораблестроителей. Оставшийся переполнялся защитные часы. Сюда носят не только дома наши четырех, но и кооперативные дома сюда носят. Так как контейнерная площадка – это имущество жителей, ДУК по закону обязан восполнить пропажу, что и было сделано. На месте пропавших появились новые. В резерве определенные контейнеры есть. Но хочу сказать, что за последнее время, к примеру, домоуправляющей компании в примерно аналогичных ситуациях выставил 14 контейнеров. То есть вот здесь два контейнера, и по району еще получается 12. Возвращаясь к теме размещения контейнерной площадки, на Березовской стороны договорились провести общедомовое собрание собственников. На нем и будет выбрано оптимальное место, которое устроят всех. Что касается пропавших контейнеров на улице кораблестроителей, делом тут занимаются правоохранители. Олег Лавров, Валерий Шакуров. Время новостей.